Всем привет, с вами Якимов Игорь. В комментариях к видео про теплощетчик Pulsar DU15 меня не раз спрашивали, как поменять в нем батарейку, если она села. И мы посмотрим, как это сделать. Для этого я приобрел специальную батарейку для теплощетчиков на 3,6 вольт и 2700 мАч. Благодаря длинным выводам ее удобно использовать для питания других электронных устройств без держателя батарейки. Ссылку на батарейку и сам прибор я оставлю в описании. Если вам интересны ролики для мастеров, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Благодарен за ваши лайки и репосты. Давайте посмотрим, как это сделать. В счетчике индикация работает, значит батарейка пока жива, менять рано. Но как это делается, я все равно покажу. Снимаем табло с водомера. Тут два винта, один с пломбой. Вот я сорвал пломбу и открутил оба винта. Открываем счетчик. Видим плату прибора. Аккуратно плату снимаем, чтобы добраться до батарейки. Измеряем напряжение. 3,67 вольта. Так что батарейка пока держит. И я вам также рекомендую сначала замерить напряжение, чтобы убедиться, что дело именно в батарейке, а не в самой плате счетчика. Батарейка впаяна в плату и перед тем как ее выпаять, обязательно зафиксируйте ее полярность. Далее аккуратно ее выпаиваем, чтобы не повредить дорожки. Зачищаем отверстия, вставляем новую батарейку и аккуратно припаиваем. Со своего счетчика я батарейку выпаивать не буду, так как она еще рабочая. Судя по другим роликам и отзывам, при замене батарейки настройки обычно сохраняются. Но текущие показания могут сбиться или обнулиться. И это тоже стоит учитывать. Официально батарейка меняется только в сертифицированном сервисном центре при поверке, которая проводится раз в 6 лет. Самостоятельная замена батарейки это вмешательство в конструкцию прибора. В этом случае вы теряете гарантию, а также прибор потребуется поверить заново. Но бывают и другие случаи. Например, если счетчик установлен не для расчетов с теплосетями, а для внутреннего учета. Внутри котельной, товариществах собственников, на производстве или в частном доме с распределением тепла по комнатам. В таких случаях владелец сам отвечает за обслуживание прибора. И замена батарейки своими силами допустимый и логичный вариант. Особенно, если не хочется останавливать систему и менять весь счетчик. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Ссылки на батарейку и производителя прибора я оставил в описании. Подписывайтесь на канал, чтоб не пропустить новые ролики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых видео.